приветствую вас дорогие друзья сейчас мы с вами будем делать расклад который называется гран табло на события в любовной сфере на предстоящий месяц напоминаем расклад общий поэтому если чувствуете что вообще не подходит не тратьте время не смотрите если что-то проигрывается возможно для вас этот расклад сигнал от высших сил расклад я буду делать вот на такой замечательной колоде который называется золотые мечты в этой колоде и карт больше чем 36 всех 47 эти карты которые не выпадают я их тоже читаю это будет обозначать что те события которые означают карты не произойдут и так что ожидает те кто меня смотрит в любом на сфере на предстоящий месяц что ожидает те кто меня смотрит любовной сфере на предстоящий месяц что ожидает в любом на сфере те кто меня смотрит на предстоящий месяц давайте посмотрим энергии мужчин и женщин ищем карту к слову сказать этой колоде мужчина и женщина представлены двумя вариантами апостаси духовная там где герой в одежде и апостаси сексуальная там где герой или героиня секси-пекси варианте изображен сейчас увидите какие-то вы у меня скрытные вот уходит мужчина так какой-то мужчина к вам спешит прям вот своими обоями и апостасами несет любовь а и возможно уже вы знакомы с этим мужчина судить какие карты смотрит он на горящие мосты либо этот человек может проиграться несколько вариантов либо этот человек уже вам знаком и вы в отношениях либо были либо есть он вас любит но у вас вот по горящим мостам эмоциональные качели да вот видите какая ситуация наверняка уже вы считали ваш вариант или нет но мужчина очень вас желает он страстно вас желает но вот в душе имеется какое-то непринятие несогласие либо с самим собой либо с вами смотрите вот он прямо обоими ипостасями он вышел целиком он хочет выжил разговор он хочет он заявляет о своей любви хочет с вами поговорить хорошо вы и девчули кто меня смотрит вы о чем тут скрываетесь так что уже почти всю колоду пробрала а вы еще только так вы выходите как и положено свои духовные поставьте в первую очередь это очень круто значит вы все-таки начинаете думать анализировать углубляться в свои ощущения эмоции смотрите на карту клевер это карта шанса дать шанс на новый виток от нас в отношениях или не давать выводить получится либо не получится здесь кстати не стоит вопрос получится и не получится есть разговор о том что шанс загаданный период у нас мы смотрим на следующий месяц на и неважно когда вам этот расклад попался хотя я его снимаю в последний день зимы именно потому что весна впереди даже если он попался позднее ничего страшного просто смотрите на следующий месяц если ситуация у вас проигрывается так вот загаданный месяц шанс вывести отношения на новый уровень мужчина созрел у вас шанс получится вкладываем это было при диагностика сегодня у меня вообще расклад такой длинненький получится то что у нас больше с вами это будет беседа какая-то да лекция если хотите предсказательная лекция на советами с рекомендациями и так что ожидает вас предстоящий месяц в любом на сфере первая карта в раскладе очень важно она задает раскладу тон и здесь у нас карта крок карта гроб а в доме всадника у каждой карты есть свой дом свой номер вот и карта гроб говорит о возрождении встреч всего скорее отношения у вас лип на паузе либо не туда и не сюда им никуда им но начинается возрождение карта гроб она не такая страшная какая иногда кажется особенно когда выпадает дом садика начинаются встречи свидание общение причем причем смотрите карта часы выпадает в доме клевера это шанс довольно таки такой внушительный по времени серьезный возможно у нас всегда опять ребенок вышел движение новый виток стабильность появляется в вашем доме вы смотрите какой-то судьбоносный момент в доме дерево у нас выпадает карта ключ мы потом посмотрим что там будет в доме ключа но какое-то серьезное важно судьбоносное решение что дерево это судьба произойдет в этом месте игра уходит в прошлое карта кубики надеюсь вам все видно нет пока не вас не вашего героя поэтому есть у меня подозрения что те отношения которые вы имеете не могут содержать некий такой вариант любовного треугольника а вышли вы девочки и вы вышли опять свои духовные поставки и вы у меня здесь в доме ребенка и смотрите на карту садика вы хотите желаете выводить отношения на новый уровень над головой у вас якорь вы думаете о стабильности на хотите возродить эти отношения а вот хотите принять какое-то судьбоносное решение хотите чтобы что-то такое важно хотите замуж за этого человека понятно но но возможно если вы будете продавливать эту тему прямо вот прямым напором дай мне кольцо возьми меня замуж могут начаться конфликты здесь знаете вам такое предостережение а вы всегда будете мириться втайне желать память здесь здесь смотрите девчонки если вы планируете вот прям в лоб сказать мужчине ты женись на мне или бне на там дело в том что смотрите тут у нас еще змея это соперница и в доме соперница медведь разговор всего скорее о том что лип девочки варианты могут проиграться разные напоминаю расклад общий за личные вы можете обратиться взять в описании к этому раскладу номер телефона ватсап вайбер или телекар так вот смотрите очень сильное положение соперницы если вы являетесь соперницей допустим если вы в роли тайны женщины то у вас сильное положение тоже может проиграться смотрите у каждого свой вариант поэтому возможно мужчина не свободе если вы будете откровенно продавливать а вот эту тему бросай там приходи ко мне ничем хорошим это не закончится потому что вы уже сделали ставку на этого мужчину а он еще вот будет колебаться поэтому знаете что нужно просто сказать ему о своих сомнениях не нужно пытаться припереть человека все это нужно сказать ему о своих сомнениях о том что твердо заявить намерение выйти из отношений потому что ну вы себя давайте так скажем ли на помойке нашли такую популярную фразу применю это не манипуляция это называется обозначать свои границы но и в то же время нужно дать понять человеку если вы не свободны повторяюсь у вас такая ситуация сейчас рассмотрю другой вариант может быть другая стать смотрите но надо дать понять человеку что вы готовы вернуться в отношении при условии что он закроет гештальт мать и либо если вы являетесь тайной женщиной либо если вы как раз та женщина которая узнала о том что уже есть тайная женщина тоже можно обозначить границы точно также сказать человеку я ставлю отношения на паузу и пока ты не решишь проблему с той женщиной потому что я не позволю нам находиться в трогольных отношениях я уважаю тебя я уважаю себя и должен принять решение ты мужчина и я тебе доверяю твоему решению каким бы оно ни было вот такие слова подойдут и в том и в другом варианте независимо от того являетесь ли вы женой являетесь ли вы тайной женщиной тут оба варианта просматриваются на расклад общей такие слова подойдут прекрасно и то и другое ну а где наш молодец давайте смотреть дальше что он смотрите в доме сада выпадают карты крыс это разговор о том что очень-очень вы баетесь вот об этом любовном треугольнике какого-то трепа в социуме вам хочется стабильности либо сохранить семью если разговор о вашем уже либо создать семью с тем человеком которого вы для себя выбрали но смотрите а если вы будете обращать внимание на мнение других людей здесь у нас крысы и в доме крыса звезды а в доме звезд у нас карта метла то начнутся ссоры вы начнете себя опустошать терять и отношения пойдут на умы то есть не позволяйте посторонним как таковым людям есть и ваше отношение и не позволяйте себе ориентироваться на чьё-то мнение да если вы женщина да это ваш опыт да вы захотели его пройти его теперь будете думать что с этим делать если вы являетесь супругой узнали про тайную женщину это ваш опыт и плевать вам 10 раз а может быть и все 25 на то что скажет кто-то поверьте ветер дует караван идет как говорится на и люди очень любят осуждать и как правило осуждают разговаривают ведут какие-то разговоры про кого-то не самые лучшие понимаете не самые благородные не самые правильно поставленные души поэтому стоит ли на них ориентироваться что у нас в доме сердца ориентир ориентир на любовь и вот мужчина выходит в доме кольца да тут разговор вы знаете всего скорее о мужчине женатом я свободно когда в большом раскладе а мужчина выпадает в доме кольца то что человек непосредственно прям официально женат смотрите но вы смотрите с ним в одном направлении хотя и очень печально что в прошлое но смотрите в прошлом у нас игра уходит да и вы с ним пересекаетесь на карте метла это ссоры пусть у нас были эмоциональные качели мужчина то есть он боится этих ссор по судью те карты которые у героя в голове это мысли те карты которые впереди это возможно будущее карты которые в ногах это действие естественно те карты которые позади это то прошлое но на тот период который мы посмотрим так вот смотрите мужчина а все-таки а склонен к тому чтобы принять решение относительно сердечной привязанности кому сердечно привязана сильнее мы сейчас увидим недоволен он боится оставаться один это его самый главный страх хочу чтобы вы об этом знали мужчина знаете хотел бы чтобы ситуация зависла хотел бы иметь этот шанс где-то на уровне подсознания и носит программу такую хотел бы чтобы ситуация зависла но долго чтобы у него было больше времени принимать решение в вашем доме карта букет говорит о том что нужно праздник предстоящие то что влюблены в этого человека но влюблены в него не одна так что то букета еще раз говорю у нас имеется соперница змея и неважно сейчас кто не смотрит свободная девушка или девушка которая замужем смотрите карта лицемерия в доме солнца а солнце у нас доме пошли разговор о том что вот мужчина держится за эти отношения и в том и другом варианте причине сильного страха одиночества знать может быть у этого человека это страх пришел из детства из детства и может быть вам стоит с ним поговорить и убрать этот страх хотя бы через какую-то психологическую беседу как правило самой главной женщины мужчины является в детстве мама но у некоторых вариантов бабушка да и вот смотрите если были случаи вот прямо знаете это те программы которые закладываются в нас до 6 лет они потом практически всю жизнь нас тащат на себе и не факт что это программы самые положительные так вот спросите у своего мужчины откуда этот страх он может вам не признаться но попробуйте с ним вместе разобраться пусть он вспомнит а когда в детстве он испытывал такой сильный стресс когда возможно его оставили 1 либо мама либо бабушка то есть страх одиночество исходил от женщины с подачи женщины и вот он этим страхом жив до сих пор это превратилось программу это превратилось в его нежелание действовать и что-то менять а меня это надо потому что а он вам вообще-то обещал что у вас будет семья и он кстати этот вариант не отпускает он об этом думает это бы возможно и проиграл бы если бы не это страх знаете есть поговорка за двумя зайцами погонишься ни одного не поражет она походу у него ключевая он поход и боится что с обоими если бы ставить отношения на паузу то обе девушки отвернутся так что у нас доме ключа любовь любовь этот партнер смотрите ключ у нас в доме дерево помните я говорил можете перелистать по началу этот партнер у нас любовь рядом с ним простите ключевой партнер вашей жизни человек который умеет любить кстати я хочу сказать и которого вы полюбили тоже не просто так тоже были причины на то чтобы что у нас будет делать смотрите будет действовать с какой-то стабильностью что-то будет опять его вот в доме стабильности статья дом якоря знаете как интересно то соперница которая возможно у вас имеется она почему-то полагается опускать ситуацию помощь выше все тоже мудрое решение тоже мудрое решение по поводу того чтобы отпустить ситуацию принятия на то что вы высшей силой сделали ее развернули его благо я бы тоже вам рекомендовал вот как раз вы и сумеете поставить если вы обе будете действовать в этом направлении даже не договариваясь то что было вероятно что вы будете говорить так вот если вы обе поставить отношения на паузу мужчина вынужден будет кого-то выбрать из твоего страха который у него сидит глубоко глубоко виде маленького мальчика глубине души потому что видите ребенок у нас в доме корабля он ведом страхом он ведом страхом а потерять и то и другое потому что вообще боится остаться один поэтому знаете вот как такой жадюга держится за эти отношения как действовать я вам уже подсказала давайте смотрите что не произойдет смотрите карта горячих мостов она уходит всего скорее будет все-таки ясность несмотря на то что в доме я горя у нас карта лабиринта каких-то мозговых штурмов тем не менее вот эти вот все и я надеюсь после моего расклада по умнее тифа умудреете до поймете какого направления действовать и прекратите раскачивать эмоциональный фон потому что это опустошает и вас и его и ваши отношения посмотрите если вы отпустите то понимание что картосад не выпадает авто у нас крыса помните если только а вы отпустите ориентир на социум на мнение других людей вам сразу станет легче вы сразу будете наполняться энергией надо ориентироваться на то что скажут другие люди пусть даже это самые близкие люди для вас может родители подруги родственники и так далее как только вы отпускаете позволяете прямо так мысленно и скажите я вам всем позволяем говорить все что вы хотите думать все что вы хотите а у меня есть свой путь и свое решение не выпадаете вы сексуальной ипостаси он кстати тоже такой поставьте тут возможно отношения либо буду стоять на паузе либо все-таки будут поставить на паузу особо о сексе нет речи да тут идет именно мозговой штурм по ситуации о том чтобы ситуация разворачивалась на новый уровень и я вижу что разворачиваться одна будет что решение будет принято потому что мужчина не исключает того варианта создания семьи студии которые сейчас меня смотрят но дело в том что он еще и зависает отношения с той женщиной которая является соперницей потому что чувство там тоже были ранее очень сильные и они его по-прежнему не отпускают то есть тот мужчина с одной стороны будет вроде как имитация даже может быть и поплачет а у тех кто любит иногда там поупивать рядом с эти карты тучи может быть и решит как-то схватиться за бутылку подумать о другому будет легче он будет думать да лучше бы я остался один вот это лучше бы я остался один прекрасно будет знать что это не самое лучшее для него решение то что как раз остаться одному по башне до одиночества как раз остался одному ему-то или страшно не выпадает карта собака то есть шансы у вашей соперницы примириться с ним маловероятны потому что она втайне будет это делать а будет пытаться настроиться на его волну но в доме книги у нас карта тучи то есть тут игра всего скорее не стоит свеч возможно чаши весов перетягивает в вашу сторону к сожалению не выпадает карта колодца это разговор о великой глубине понимания ситуации всеми участниками всего любого треугольника любого треугольника однозначно имеет место быть потому что две карты в этом колоде полного треугольника он выпали в раскладе вот эта карта легкого любого треугольника знать когда ситуация когда хороший левак укрепляет брак да для некоторых это нужно и карта тяжелого любовного треугольника причем она в доме луны это карта иллюзий карта отдачи энергии и такого знаете любовного вампиризма когда кто-то из участников в паре да кто-то в партнерстве чересчур много вкладывается и даже не понимает этого не выпадает карта письмо то есть это письмо это документ там что в доме письма у нас карта башни это все-таки официальный так скажем у нас с вами учреждения здесь уже вот так вот просматриваем так вот ну давайте так скажем официального развода не произойдет потому что карта косы тоже не выпадает но все скорее мужчина если обоими женщинами будет поставлен на паузу будет стремиться сам принять решение смотрите карта перекресткой не выпадает то есть вы тут если четко ему обозначить и как я вам ранее сказала свою позицию перекрестка карта сты что вы хотите с ним семью что вы готовы быть с этим человеком в равноправном партнерстве до полисе кстати ваши сексуально зашкаливает относительно в этих отношениях ваши страсти но еще раз говорю вот есть у меня подозрение что девочки вкладываются больше в эти отношения пытаются продавить эту ситуацию до женщина так устроен да ей нужна стабильность больше чем мужчине вот не знаете не зря говорят что такие вот плохие речи в социуме бы то что мужчине нужен только секс женщине только деньги под ведь это все оправдано мужчина муж мужской организм устроен как аппарат для размножения на женский организм устроен на выживание и отсюда все психологические подоплеки то что женщине нужно выносить родить детей и на что-то их растить как чтобы их растить нужно деньги согласны то есть а вот это вот знаете такая вульгарная поговорка она все-таки имеет серьезную основу под собой и в этом нет ничего такого прямо страшного смотрите не выпадает карта гора то есть уже вот это вот пик тяжесть вот эта ситуация с любовным треугольником она будет спадать в настоящем периоде и ну начнет кстати вы знаете я хочу сказать что тут у вас девочки эти отношения начинались как легкий флирт с вашей стороны то есть вы хотели сначала поиграться а потом просто-напросто втюрились и поняли это очень часто так происходит а потом просто-напросто втюрились и поняли что человек вам импонирует подходит что вы хотите партнерство и долгого с ним не выпадает карта луны это карта иллюзии то есть тут все точки над и будут поставлены несмотря на то что присутствует карта такая театральная она далеко от вас это ото всех героев да и эта карта выпадает доме лили тут еще знаете такой нюанс разговор о том что борьба двух никто не хотел умирать как говорится поэтому никто не хочет отпустить эти отношения что мне хочется здесь вам посоветовать после того разговора который а выше я вам предложила сделать опускать и ситуацию опускайте ситуацию вот именно по этой карте простите вселенную потому что в доме креста карта лилии это карта высших сил которые разберутся разберутся как быть и разберутся вам во благо причем или в доме креста крест в доме косы они разберутся очень быстро Карта косы – это карта быстрых событий, понимаете, быстрых событий сверху. То есть не изменяйте сама себе, девчонки, если вы меня смотрите, верьте в себя, поставьте, не надо ставить ультиматум, не надо выводить отношения на скандал, нужно просто объяснить свою позицию и сказать, как вы намерены действовать дальше, понимаете. Это мягко предложить и отойти в сторону. Отойти в сторону с намерением и просьбой к Высшим силам, к Творцу, что ваша ситуация изменится вам на пользу. Потому что, вы знаете, я хочу сказать, что чаша весов по этому раскладу, она в вашу сторону склоняется. Давайте посмотрим потенциал в конце. Потенциал отношений. Произнесите сейчас имя возраста. И мы смотрим, а потенциал ваших отношений от Высших сил. Будут ли они бороться за вас Высшие силы, давая вам прекрасные шансы. Шансы будут. Шансы будут. Воспользуетесь ли вы правильно этими шансами? Вот в чем вопрос. Потенциал отношений у ваших парят Высших сил. Королева Пентаклей. Тут женщина должна обрести свои женские энергии. Да? И очень много в этих отношениях зависит от женщины. Королева Пентаклей – это мать, а жена. То есть, даже если меня сейчас смотрят девушки, которые именно смотрят на супруга, здесь именно та, где же, которая меня смотрит, имеет очень сильную позицию. И энергия, потенциал этих отношений именно зависит от женщины. Это не значит, что нужно брать шаманский бубен и всякие вот эти свистопляски устраивать вокруг вашего товарища. Нет. Вы должны найти, нащупать, осознать свои истинные женские энергии и внедрить их в эти отношения. То есть, энергии скандалистки, вульгарной тетки, которая требует здесь и сейчас, пьется головой о стенку, рыдает и страдает, не подойдут. Для этого нужна духовность. Чтобы не опуститься на такие низкие вибрации, прорабатывайте свои собственные женские энергии, свои границы, свой женский потенциал. Поэтому начинайте любить себя, осознавать свою ценность. По сути, я бы сейчас вам сказала, все карты в ваших руках. Ну, тут Пентакли в ваших руках, да. У вас еще очень даже, возможно, будут дети, потому что королева Пентакли это все-таки мать. Это достойная женщина, которая, видите, сидит на троне, на золотом фоне, вся в цветах, в красных одеждах. Женщина, которую хотят, женщина ценно. Кстати, может быть, даже меня девчонки здесь земного знака смотрят, но это не критично. Так вот, по сути, вот эта ситуация, в которую вы попали, завязана вами, да, в виде каких-то несерьезных отношений, переросла в серьезные и, соответственно, потенциал в ваших руках в этих отношениях. Вопрос о том, насколько вы прокачаны в своих женских энергиях, истинных женских энергиях, понимаете? Настолько у вас и получится осуществить задуманное. А задуманное у вас не больше, не меньше стабильность, семья, работа в отношениях, сексуальность, покупательница. Да, и, возможно, даже тут у вас может рассматриваться совместный бизнес, если вы объединились. Вообще, ваш пара ждет успех, потому что Королева Пентакли – это все-таки энергия денег. Энергия денег, которую… Вы знаете, я в таких случаях говорю, когда вот выпадает Королева Пентакли, здесь женщина идет как денежный талисман для мужчины. Он должен это понять, он должен это оценить. Я вас всех крепко обнимаю, я желаю, чтобы вы разобрались, поняли, учились чувствовать себя, осознавать себя и доверять себе своим желаниям, не наступая на горло, понимаете? Если… Сейчас приведу пример, что значит не наступать на горло. Если вы сама… Я примитивный пример приведу. Если вы сама не курите и терпеть не можете, когда кто-то курит, то так и нужно сказать партнер, который в присутствии у вас достает сигарету за сигаретой. Нужно мягко. Это значит обозначить свои границы и не наступать. Есть девушки, которые давятся дымом, терпеть не могут, у них повышается кровяное давление, начинается сердцебиение, но они терпят, лишь бы только мужик не отошел в сторону, лишь бы только не упустить его. Из своего поля зрения. Вот, которые так думают, да, что готовы терпеть, те наступают себе на горло. А которые скажут, дорогой, мне неприятен табачный дым. Мне не хочется им дышать. Это для меня вредно. Меня это расстраивает. Меня это может спровоцировать какое-то, ну, не знаю, давайте скажем, заболевание, да, там, допустим, ага, смол, ещё что-то. Я бы хотела тебя попросить в присутствии меня не курить. И вот это будет назваться, обозначать свои границы. Понимаете? Я вам всё объяснила, вы всё услышали. Всех обнимаю. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова